Неааааа, неааааа, неаааааааааааааа ... Получаем! Это специально! Получаем! Конечно я не скажу, здесь жена узнает. Это значит, что я готов вернуться! всем привет добро пожаловать это новый выпуск программы здесь баскетбол мы рады приветствовать студии наших больших гостей президент российской федерации баскетбола андрей кириленко снова привет и большой человек первый в истории россиянин который сумел стать чемпионом национальной баскетбольной ассоциации есть тимофей мозгов тимофей давай начнем с хорошего ну то есть у нас принципе только хорошее но давай начнем прям совсем хорошего давайте там напрыгивайте напрыгивайте то есть у меня как я смотрю на это видео я вижу две вещи первое во первых деле брон слушать деле брон в раздевалке был его просто не было на площадке поэтому он бегал 40 минут вроде играл и нет то есть он просто не был обиделся чувак были нам не хватает большого но второе наверное самое главное это то с каким он действительно с какой радостью тебя встретили твои бывшиеся партнеры по команде и вопрос поэтому с кем ты из них останешься друзьями надолго может быть даже я думаю они все теперь мне будут друзьями до конца дней узнать так объединяет нас это кольцо теперь мне кажется до конца вот несмотря на то что я там с ними ну с основной частью не общаюсь больше да вот все равно как кто был самый-самый дружбан в команде ну дэри и сайя было видово раз они-то все забыли да кстати у нас на самом деле саша каун как-то все время его не да не да не договаривают про него он он тоже второй русский который выиграл титул вот вы как-то вспоминаешь 3 себе спрашиваю про сашку я говорил сашка я знаю где сашка вот и заряди сашки в колорадо мы спрашивали где сашка играю вот знаете сашка с ними общаюсь а что то есть как бы самый главный друг это еще разок то ну больше всего я общался с головы довык мы с ним асвас дэс дэл видово с деле интересно а как насчет австралийского языка нет ни одного из него это а мази и но ну это такое знаете присутствие на самом деле он прикольный чувак не умеет да он еще со времен как раз международных турниров себя хорошо зарекомендовал и не зря собственно говоря получил приглашение играть в анбе в клевлинге вообще любопытно что как бы вот когда андрей приходил в лигу еще да давно уже больше 15 лет назад как бы ценились больше игроки ценились очень игроки вот как раз вот типа тимофея которые большие подвижные защищают заслоны ставят блокшоты это как подборы все дела а сейчас уже когда как бы вас тимофей с такой прям замечательный прям великолепный очень начинают команды все искать как будто бы своих кириленко таких разносторонних защищающихся по длине руки чтобы абсолютно все было пас бросок туда-сюда это политика что я опять против россии нам нам надо просто было поменяться с адрюхой местами и все мне кажется что вообще в принципе нба идет такими декадами если вот раньше там с 90-е года до были центровые патрик юенька ладжи вон робинсон шакил да такое было прям поколение потом наступила эра форвардов когда либру а коби тимак винс картер собственно говоря там ну джордан как-то заканчивал в тот момент леброн джеймс дюран появились да и сейчас как-то баскетбол этот весь до форвардов эволюционирует сейчас еще в смол был да когда все несутся суши кольки полят в любой момент надо просто работать на трешкой и вообще будет нормально и делать работать конечно что трешка нормально ты просто не бросаешь просто и не бросаю надо просто бросать трешек я кстати с ним ругаюсь и он у него очень хороший бросок а никто не горит все знают он просто не бросает почему-то я почему-то не бросаешь он выходит и все знаешь пас пас ищет я бы подожди чувак все получил видео у меня есть разрешение ребята меня не ругайте на чемпионат европы если поедем зеленый свет есть от президента если что последний кто мне давал как бы это ну вообще делать абсолютно как бы нормально в дэнвере с брайаном шоу у нас такой с ним был уговор я могу тренер я могу бросать трешку когда я буду бросать трешку ты не можешь и гудайте мне недели я сейчас но чуть-чуть потренируюсь чтобы но мне недели тренировался и начал трешки бросать бросал трешки но не закрываем я не так там прям по 200 трешек одну бросил какой был процент в конце сезона где-то по 30 был процент но это учитывая то что там так скажем я я бросил где-то там штук наверное 15 в итоге то есть уже из них там не в конце сезона начал бросать ну из них наверно там штуки 34 там на последних сил не считаются которые вот так если если забивал одну все я мог позволить себе бросить еще если я мазал то как бы уже я думаю ладно хорошо пока он я был случай когда мы играли с golden state он не такой вот то игра где 28 подбором сделать где могут выиграть девяносто речка девяносто 3 очка за это вот он не такой конец игры шоу-тайм твое время давай сейчас бросай трех уговорит я бросил промазу было весело а если делать прогноз по поводу того каким будет баскетбол например через действие сейчас small ball если понимание того к чему может прийти игра будут ли такие как тимофей вообще в принципе нужны несмотря на все свои там не кажется на самом деле следующий шаг вот я смотрю мне кажется будут ребята такие вот высокий типа позже йогич который просто все делают абсолютно они вот такой такие знаете кевин и гарнета я бы сказал просто будут без высокие и бьющие будут королями то ли как нависки ну нет нет я бы не сказал он чисто бьющие эти ребята которые все которые дали не проходят я согласен то есть вот это будут такие ребята как бит то есть тоже такие вот ребят бит тоже подходит а вот это под это разносторонние высокие которые могут двигаться то есть они не такие как доминирующие там в посту где-то но они двигаются много с мячом передачи отдают то есть разносторонние то есть по сути мы брюхом опять к данкану просто к новому варианту данный вообще вот то есть тот то еще и живет где-то еще в шести метрах от кольца да как раз вот именно что горы здесь же вы везде будете видеть этих ребят они будут просто везде пятерка я помню когда начинал свою карьеру спартаке санкт-петербург владимир кондрашен владимир петрович кондрашен у него всегда была мечта что пятерка была за два метра то есть начиная там с разыгрывающего и естественно пятерка но все высокие выходит и петербург где мы играли нас панк раш был два метра самый низкий разыгрывающий у нас в общем вся команда была такая высокая все поставали все 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 до поставали какой результатом был а я не помню ты играл год назад в команде которая стала чемпионом ты был важной части этой команды ты на большие деньги переехал в другой город совершенно другой город по своей по своей атмосфере и совершенно другую команду которая вместо чемпионство борется за лонзо боло и поэтому просто нам хотелось бы понять твое отношение ну твоя первая музыка я вас справлю во первых чтобы понимать не за большие деньги то есть я не только из-за денег туда пою не понятно понимали большие деньги ты уехал нет но это как бы просто я к тому что это не то что вот где мне больше заплатить туда и поеду я как бы все равно много рассматривал вариантов и как много не скажу что все 30 команд но было несколько вариантов но это сложно на самом деле конечно когда ты видишь что там во первых ребята молодые они у них пока что нету еще вот этого настроя в голове то есть чемпионского какого-то когда они хотят все выиграть они просто приходят таки типа ну давайте поиграем то есть вот такой то есть не хватает профессионализма на самом деле вот но это чувствуется это тяжело на самом деле у меня на самом деле была похожа ситуация в карьере да потому что но там за мои 10 лет в юте то есть я начинал с карл милон джон сток там когда команда была достаточно сильная попадала в плей-офф потом они ушли у нас команда выиграла 26 игр и 56 проиграла то есть ну очень неприятное чувство когда ты находишься в такой как бы да такой ситуации когда у тебя команда проигрывает проигрывает и борется там за высокими за дорога но 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 в любом случае мне кажется что в нашем случае как-то тренер потому что джерри словно настолько был серьезный и именитый специалист то есть как-то у нас этот процесс становления команды он не затянулся то прошло два года и у нас опять команда вышла на лидирующие места здесь конечно но вот уже третий год у нас просто потому что сейчас опять руководство поменяли мне кажется знаете такое опять займет какое-то время потому что у них там своя будет стратегия и вообще непонятно что они межсезонье будет будет ли они бороться за кого-то там свободных агентов типа как все говорят пол джордж там или может даже кайл лауре тоже свободный вот поэтому опять непонятно будет что вот я кажется что в нбе и знаешь не нужно гадать просто нужно начинать сезон уже да и как потому что сколько было примера когда команда вроде бы такая молодая и вроде бы туда опять на нее не рассчитываешь особенно на потом бах выстреливать следующий нет я могу просто сказать ну я просто знаю что мы можем хорошо играть вот команда которая была потому что мы играли в начале сезона если 10 на стартованных очень хорошо играли то есть я знаю что мы могли бы тогда у нас там какие-то травмы были мы там сбавили а потом просто ну мы не поймали ритм или не захотели по не знаю в общем что там произошло я не хочу это влезать но я просто знаю что вот мы можем играть хорошо как мы играли в начале сезона там первые 25 игр скажем вот я знаю что мы можем играть хороший баскетбол тот баскетбол то есть который бы нам позволил залезть плей-офф а тебя не было ощущение что как будто что лично к тебе как-то нехорошо отнеслись именно потому что команда сначала начала с дура потом такая ой мы сейчас перебить потеряем свой топ 3 пик давайте играть не очень хорошо то есть не было ощущение что к тебе плохо отнеслись каких только ощущений не было я все все ощущения прошел вот но было непросто но я слава богу не один такой за спиной разговаривал слова деньгам постоять мышь молодцы мы будем держаться мы профессионалами на самом деле мне кажется это конечно но такая достаточно напряженная ситуация для человек который привык играть и вдруг твоя команда сейчас поменяла все драматически преследует другие цели да потому что действительно цель была уже лейкерс а тот момент бороться за драфт пика если вы знаете еще это усугублялось тем что если бы они в топ-5 не попали бы они были до в топ-3 не попали они потеряли бы свои два драфика еще и на следующий год но орландо то есть естественно для команды было такое большое решение со стороны руководства до что слушайте нам нужно сделать максимально там максимально слабый ход для болельщиков на сильный ход для клуба и попробовать там этот сезон отпустить и попробовать получить свои все-таки право выбора как можно выше и на этом и на следующем драфте все получилось как видим хорошо что самое крутое ты вообще для себя вот то есть подчеркнул в лос-анджелесе может быть первое что у тебя ассоциируется с до пробки отдыхают после с московским выполняется не простояли пробках на самом деле мне очень океан нравится вот я-то живу прям недалеко от океана я в тренировке могу подъехать спокойненько по песочку пройтись босичком подышать океанским воздухом помочить ножки чуть-чуть в океане потом домой спать там самая холодная погода это вот как сегодня наверное вот за зиму за все вот то что было я с непривычки то есть я у меня я всегда был там где есть зима где надо снег куртки одевать в этом году я не скучал честно скажу но я просто время идет а мы с женой сидим таки так вот не холодает и мы ждем так и куртки мы шуму где шума я хочу римали типа ребят не переживайте да да классно и все равно как то первая такая реакция типа неужели так бывает то есть как бы когда я часто и женой мы переписывали с ней она сказала что ваш сын спрашивал мама папа где снег ну да он за он спрашивал где снег потому что он его раньше виденному сказали что поверь нам не такой классный как тебе кажется выше видео лучше без его да ты говорил себе когда-нибудь вот может быть внутренне когда ты играл за лейкерс этом сезоне что типа блин как же круто что играю за лейкерс короче они по-прежнему играю за клиент был у тебя такой хоть раз мне кажется не вспоминал вообще не но у меня было так что я когда подписывал контракт и думаю слушай ну вот эта команда такая действительно крутая ну самое наверное самой большой истории вот конечно я думал что это круто играть за лейкерс но подумал подумал и как бы все забыл начал просто теперь уже немножко про будущее как раз лос-анджелеса самого насколько ты устал от сочетания слов лавар болл лавар болл то есть все в лос-анджелесе в лейкер ненавидят лавар болл или нет я больше от вот его папу как нет я верю на право лавары борьба это папу я как он за лон за это море это молодой да если все это говорят про него говорят про него говорят там вообще как бы жесткий хайп ловит на все вот я честно даже не знаю если он скажет ты готов с папой у меня тоже будет учить уже будет говорить тебе папа типа ты плохой заслон поставил ты там не подстраховал там типа все но у нас просто тренеры видишь не говорят мне хоть кто-то будет говорить его папа говорит слышно но я на самом деле и и толком то не видел например никаких моментов как много раз не купил нет красавки не купил я бы я слышу я слышу только я слышу только какие-то там заявления его папа что он вот так что он вот так и все уже ненавидят лон за балла а он в принципе и слова ты не сказал ты не сказал да тимофей за первые шесть лет в лиге ты заработал там чуть больше чем 24 миллиона получаю это специально да за первый сезон в лейкерс ты заработал ну то есть должно было тебе прилететь 16 но минус налоги в лос-анджелесе на хорошие налоги в калифорне плохие или я бы сказал так плохие набору я бы сказал плохи надо было ехать к сан-ан-тонио там майами чё ты не подумал хьюстон на что самый крупный ты потратил вот в этом году деньги на машину сколько конечно не скажу везде жена узнает много все-таки в преддверии старта финальной серии хочется уделить и небольшое внимание и у меня первый вопрос по поводу леброна против которого андрей играл много с которым ты играл он недавно вплыв сам признался что после длительной паузы если там между там одной серии другой там пауза там больше недели там 9-10 дней то ему очень сложно и как всей команде сложно выходить играть первые там шесть минут конечно очень сложно андрей ты можешь подтвердить что это что да действительно как бы что-то такое что такое присутствует это они так ужасно сыграли первую игру с бостоном когда 30 дней был прошлом году перерыв нет не в прошлом позапрошлом году у нас 10 дней был перерыв между последней игры играю финала конференции перед финалом 10 дней я вот не знал куда сидеть потому что во первых у нас все травмированные были и у нас тренер закончили все травмированные 10 дней чтобы восстановить дело в том что мы даже тренировались вот мы не могли 5 на 5 поиграть потому что если бы кто-то еще там травмит это такой если бы кто-то еще если была бы игра кто бы играл тогда ну я тебе про это игру мы не могли просто поиграть 6 человек это плохо а я говорю что это хорошо у тебя есть время чтобы восстановиться а так если представляешь у тебя травмированные тела двигать теряешь сайта согласен 10 дней это много ну пять дней ты понимаешь есть такие травмы от которые за 10 дней ты не вылетишься например если эти операции на плечо как бы играл бы ну нет как бы я кстати согласен что действительно но мне кажется что когда много дней ты выпадаешь из ритма и действительно тяжело восстанавливается но я бы взял бы 10 дней в любой момент нежели иметь два дня это ты ты вообще можешь ничего не делать месяц ты можешь сейчас пойти и ты будешь нормальным пацаном-баскетболистом короче сейчас посмотрим остался у тебя хоть какой-то skills добро я уже жалеешь ты хорошо подаешь просто а вот тебе кучонок не слушай видишь ты меня сглазил если он еще раз промажет а можно это когда ты самое заказываешь заказом отчета заказом я тоже не смогу отчета у тебя я сижу что ты начинаешь это самое придумать вот уже забил три мяча просто заказом понимаешь моя очередь такая высокая траектория боюсь что сломаю ладно давайте вот она раз я знаю что это самое зря с тобой что там два теперь главное не говорить что обязательно давай овертайм все хотят так у нас теперь по одному броску бросать заявка а я еще говорю что я готов вернуться андрей тимофеев хотим получить от вас экспертную оценку действий за за пачули в эпизоде против кого ленарда за то подставился под кого и кого и вылетел 40 все мы знаем все все что произошло тимофей с твоей точки зрения сыграл ли грязно за за пачули в том эпизоде если общем вообще я считаю что намеренно андрей согласен я именно в этом моменте не согласен вообще и я знаю что за за может играть достаточно грубо и грубо или грязно ну и хорошо я я считаю что за 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 есть моменты в его карьере да и в том числе в сезоне когда он играл достаточно так плохо по спортивным по спортивному но не этот момент конкретный где был кавай абсолютно игровая ситуация накрывает и кто-то кажется он там дополнительный шаг сделал специально под ноги я уверен что он просто не контролировал себя тот момент просто пытался накрыть и более того после этого момента сразу побежал в отрыв то есть если человек бы там я не виноват ну например я там я всегда сравниваю там других игроков например когда боун разбегался и с ноги бил там щербаку в голову то есть это явный момент когда то здесь абсолютно игровой момент на мой взгляд опять же вот но это никоим образом как бы не 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 умаляя того что за за может играть грубо у него есть моменты когда он то есть те же игры когда играл национальная сборная там с грузинами я знаю что у тебя есть свой свой андрей не грубо за за не грубо еще раз повторяю грубо или жестко играть я вообще абсолютно нормально когда ты играешь грязно это совсем другая хорошо играет то есть как бы и по спортивному не по спортивному у него есть но именно этот момент на мой взгляд абсолютно нет и мне кажется что этому моменту придано гораздо больше внимание только из-за того что это лидер команды до которой такую серию это ясно что 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 фактически человек вылетает да и только из-за этого на него вот это внимание и обвинение в том что он сыграл именно этот момент грязно подожди но ты из постижка никогда не что он при подборе там куда-то локоточек сто раз как бы но это же грязно ты же думаешь про это ты не думаешь это просто на автомате встроена в тимофея возглава я просто так играю то есть такой стиль он это делает мы так давай так мы с тобой уже об этом только что разговаривали мы пришли к тому что у него есть не спортивное поведение на площадке поэтому я согласна мы даже об этом не спорим все хотели тимофей от тебя получить прогноз на эту финальную серию как кто как тебе кажется станет победить кливленд 7 матчей будет климин выиграет и опять затащит ворок ларени а типа ворк ларени получается так получается не то что там один раз затащили затащим еще раз не так все просто конечно не просто будет но я думаю что затащит значит схема такая этот парень в углу значит стоит здесь как этого парня зовут? по-моему Джиар его зовут этот парень стоит в углу здесь этот парень вот тут тусит вот не здесь где вы поставили а вот тут тусит он он даже за лицевой практически там этот парень вот здесь он от сюда забивает знаете да? да в курсе он неплохо забил в 7 матче вот значит эти парни защищаются вот так вот и вот и вот у этого парня мяч дальше все знаете дальше да да самое легкое осталось все дальше этот парень идет к кольцу да и смотрит что дальше делать либо он сам забивает либо отдает кому-то и все и другие забивают короче все я понял комбинации ты можешь идти такие комбинации у нас даже в сборной проповедует андрей на примере нескольких комбинации хотелось бы понять вот мне простом болельщику как например от защищаться против леброна джеймса вот как я себе это представляю вот если брон вот стандартное построение партнеров по команде у него лебро начинает там свой проход да там обходит дюранта и дальше читает соответственно ситуацию что ему делать например грин стягивается на постраховку он скидывает на лава лав бросает 3 стягивается любой другой игрок он скидывает на него тот бросает 3 попадает вроде бы беспроигрышная ситуация как леброна не пустить делать вот то что он умеет делать очень хорошо когда я играл мы всегда всегда ты играешь процент да как говорится от процента попадания игрока леброн джеймс не такой хороший игрок в трехочковой зоне как тоже карьеринг или кевин лав поэтому с ним на мой взгляд я бы играл бы немножко на дистанции и не давая ему как раз идти в проход и вот завоевывать это пространство особенно первого шага он мощный достаточно то есть естественно разрывать эту дистанцию скажем так форсировать его бросать трехочковый но опять же у него были игры когда он показывал хороший процент и естественно если леброн джеймс начинает попадать трехочковые броски еще при этом при всем да при том что он прекрасная игру конечно же это практически и защита его становится невозможной скажем так то есть против него тогда нужно нужно начинать искать разные разные ритм надо близко далеко то есть постоянно постоянно с ним играть этот ритм вот но в любом случае я бы изначально если начиналась игра пробовал бы давать ему чуть больше места и вынуждать его бросать опять же мы не говорим то что отойди давай бросай вот такое такие тоже могут быть стратегии если опасения по поводу того что защиты кливленда выдержит натиск golden state и что клиент может сделать чтобы может быть сбавить темп от этих вот особенно двух суперзвезд честно говоря я не согласен немножко с прогнозом тимофея который поставил что 4 3 выиграет кливленд мне на самом деле вот в течение сезона да и вот те игры которые я видел мне кажется здесь сойдутся две команды которые играют в атакующий баскетбол и не особо думают о защите в принципе то есть они нормальные защитные команды но не хороший на мой взгляд вот и в этой в этой серии на мой взгляд все-таки опции у голда и стоит и немножко побольше они хорошо двигают мяч и как мы только что возвращали к серии назад с бостоном кливленда есть тенденция терять игроков и притом при всем при том что это достаточно хорошая команда все равно все-таки очень многое зависит от одного игрока между либро джеймса нет или твит я думаю что это 300 томс конечно холебра я думаю что если этого человека убрать из уравнения команда кливленд на мой взгляд даже в плей-офф не попадет вот как наверно то и было до до того когда пришел и леброн вот если например в голду из 3 мы можем убрать дюранта да это может быть повлиять на команду но она все равно будет скажем так сопротивляться да она все равно навяжет борьбу убрать карри вот наверное они большей степени все остальные в меньшей степени хорошо но вот зная эти проблемы кливленда с с ротацией то что люди потом после третьей четвертой смены могут потеряться как golden state может просто на каком-то простом примере использовать это на постоянной основе golden state уже уже в течение этого плей-оффа вот полностью да весь плей-офф и концовка сезона они показывают что они очень хорошо двигают мяч а когда есть движение мяча нападение и практически каждый игрок за атаку потрогал мяч это очень большой дает плюс эмоционально всем игрокам не то что ты прибежал и у тебя два человека играют ты стоишь и ждешь в углу да когда же до меня дойдет нет они вовлекают все таки всех игроков и даже если мы ну вот если люди смотрели игры даже за запачули а который вроде бы не там не номер один и не номер два не три четыре пять опция в нападении да он все равно много получает мяч он участвует в различных розыгрышах это очень приятно и очень хороший дает такой позитив игроку игроку нападения особенно большому что его вовлекают в процесс и это собственно говоря приносят большие плоды из-за этого большая хорошая идет движение и хорошие комбинации проходят углы стоит ну то есть по сути задача просто двигать мяч как можно больше то есть чем ты больше передать сделаешь за атаку тем больше есть вероятность что кливлен потеряется в защите у тебя будет свободный бросок да абсолютно верно и более того даже когда я еще там тренировался на всегда были какие-то упражнения когда играешь пять на пять и нельзя начинать атаку пока ты не сделаешь нам всем передач ухты это в юте было пресловно да это не только в юте но и предвиде платьев сборная было тоже чтобы мы как можно больше двигали мяч у меня есть еще есть одно ощущение по поводу этой серии от у голда стоит как мне кажется у нее есть до сложившись и четверка от супер состава вот это вот дюрант карри green и клэй томпсон а вот кто пятый green окей ну как бы вот ты не очень хорошо я я ремонта грину я хорошо к нему отношусь ну я считаю что он есть знаешь как есть оценивают игрок и его восприятие в лиге я считаю что его восприятие его гораздо выше чем мы как игру но тем не менее у них другого соответственно такого такого большого не то есть вопрос у меня как бы вот именно такой что есть эти вот четыре человека кто пятый вот как бы ну что неужели за започу ли действительно вот мы берем последние пять минут решающего 7 матча golden state доставляет свою пятерку смерти клиент доставляет свою кто добавится вот к этим четырем вот у нас есть варианты в виде маги и гудалы ливингстон и пачули я думаю что или шон или и гуадала два человека или или шон даже шона может быть предпочтительнее даже шона предпочтительнее вместо на место и гудала то есть ну да то есть он наверное сыграет больше как четвертым номером здесь а грину больше пятым номером будет лёгкая пятерка да ну а здесь я бы поменял бы кайло и джиара а мне кажется что просто в концовке я бы взял кайло больше с большим процентом попадания нежели джиара так как команды все-таки очень нападение ориентированные они защитные ориентированные мне кажется что кайл чуть-чуть понадежнее здесь в плане своего броска я бы кайлу доверил больше бросок нежели джиар вот ты сказал про тренировался просто я знаю как он попадает какой не был рекорд на тренировке подряд мне казалось на тренировку очень не мажет не промахивался в принципе не промахивался просто есть ощущение что вот у golden state у них как бы вот есть четверка игроков а у клиента уже сложившаяся пятерка ну как бы здесь конечно главный человек это леброн и вокруг него самые разные персонажи выглядят достаточно полезными и вот ну нет но нет это неправда нет конечно lebron и кайри ирвинг выглядят два мотора которые разгоняют всю команду и может быть кевин лав которого есть удачные есть неудачные игры все-таки остальные больше подыгрывающие игроки на мой взгляд то есть это мое мнение у нас в студии был первый чемпион нба среди российских игроков великолепный тимофей мозгов удачи тимофею в новом сезоне президент россии федерации баскетбола андрей кириленко анна соколова и грязнаминская это была программа здесь баскетбол спасибо за внимание пока пока а